Третья книга Моисея, Львитт, глава двадцать вторая И сказал Господь Моисею, говоря, — Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени Моего в том, что они посвящают Мне, Я Господь. — Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица Моего, Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к всему нечист, будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвичины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я — Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я — Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдев за мужество, за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и предложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо Я — Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, Если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ликакому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносят Господу вовсе сожжение, То, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждения, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря, — Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то семь дней он должен пробыть при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь, и соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтобы я был свят среди сынов Израилевых, я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь.